мое уважение присутствующим несколько затянул с выпуском так как занимался своими делами сразу скажу про youtube недавно ввели новые алгоритмы слежения за комментариями все пытается с чем-то бороться точнее с нами с человечеством поэтому очень много комментов пропадают меня самого это уже достала чтобы не писала все мимо уже стал скрины делать и их постить но фильтры не всегда пропускают в общем обложили нас как в реале так и виртуале по аналогия охоты на волков как у высоцкого с красными флажками очень пророчески идет охота на волков идет охота а ведь все еще впереди ладным напомню что в этом четвертом выпуске как и трех предыдущих ставилась целью довести до широкой общественности возможность самостоятельного изготовления уникального прибора который может помочь бороться с надвигающейся всемирной угрозой я подробнейшим образом я описал электрическую схему устройства все его компоненты варианты как печатных плат так и детали корпуса в 3d формате для 3d принтера на этот раз можем подвести итоги по разработанному командой валентина дандорфа комбо озонатору будет предложена примерная инструкция по эффективному противодействию глобальной заразы возникшие в начале прошлого года еще множество вариантов других как бы побочных плюшек обязательно посмотрите три предыдущих выпуска чтобы понять тему а не писать потом глупые сообщения напомню устройство совершенствовалось и испытывалось более года то есть с самого начала всемирной угрозы создавалась по тех заданию доктора катушова и претерпела несколько вариантов прототипов от настольного до карманного одновременно проводилась медицинское исследование научным учреждениям на предмет соответствия безопасного использования и сертификации и в качестве подобных испытателей преимущественно подбирались кандидаты из высшей сферы власти россии о чем я уже рассказывал из-за приведения в соответствии медицинским стандартам пришлось носить некоторые изменения в конструктив множественные эксперименты и испытания показали феноменальную эффективность без каких-либо побочек и противопоказаний конечно стоит при этом напомнить что любое лекарство может стать ядом а любой яд лекарством все дело в дозах поэтому если не злоупотреблять прибором то все будет только на пользу сначала подробно расскажу как это все совместно работает и почему так обречено на успех базовой основой комбинированного прибора является технология вихревой энергии который валентин дандорф его команда занимается более семи лет я к этому направлению присоединился года четыре назад в первые несколько лет валентин тесно сотрудничал с александром мишиным это можно заметить по его публикациям на канале политика все наработанные отдавать в массы пошла именно с тех времен дандорф все свои исследования результаты опытов и многие практические образцы выдавал и передавал мишину ну а мишина вы все знаете активно этим пользовался именно на эти годы можно заметить пик популярности его бренда правда пару лет назад когда у мишина собственное эго перешло все границы валентин решил несколько отойти от фактически однобокого сотрудничества скажу одно все это происходило непосредственно на моих глазах и вероятно большинство заметили как у мишина случился некий звездный закат перешедший в теоретическое словоблудство ни о чем в те же времена лет пять назад дандорф также наладил сотрудничество с доктором кутушевым по просьбе которого и поверхностным тех заданиям была создана целая линейка различных миандронов кутушева которые имели серьезный успех направлении борьбы с онкологией а когда нашу цивилизацию стала накрывать угроза принудительного вымирания более года назад тоже сплоченный коллектив решил создать эффективное устройство по противодействию как у дандорфа так и у кутушева уже были некоторые наработки и созданное мнение по применение озона в лечебных целях естественно к этому были добавлены возможности вихревых энергий и ее разновидности воздействия на организм так вот сама вихревая энергия поступающая стора эффективно разрушает само взаимодействие вирусов и бактерий стремящихся к созданию мощного центра ударной группировки по завладению нашим организмом как это происходит я объяснял в своих роликах вырабатываемые турбиной мягкий озон о 3 под давлением и ионизирующие излучения заполняют вдыхаемый воздух и внутреннюю поверхность слизистой носа горла легких и бронхов при достаточной концентрации смесь не оставляет шансов для паразитирующих вирусов и бактерий завладеть нашим организмом кстати как дезинфектор озон эффективные хлорки более чем сотни раз и хлорка остается в жидкости как канцероген а озон эффективно впитывается во влажную внутреннюю среду мощно ее дезинфицируя и быстро превращается в о2 который весьма полезен для влажной среды особенно для поврежденных легких и бронхов то есть идет насыщение кислородом единственный минус устройства если мы присмотримся кончику иглы то на нем можно увидеть менее миллиметра светящийся коронный разряд именно подобный разряд такие же как сварка молния высоковольтные искрения создают вредный озон а точнее вырабатывается азотная кислота которая разрушающий действует на живую материю но в устройстве который используется всего несколько минут и на такой малой мощности концентрация очень низкая а вот другие устройства где высоковольтные разряды значительно больше мощности и продолжительности работы конечно весьма опасны поэтому в мире старается контролировать и ограничивать концентрацию озона тем не менее широко используют в медицине и в производственных целях с очень давних пор хотелось бы подчеркнуть что валентин со своей командой не на пустом месте создали такое комбинированное устройство опыты с получением высоких напряжений через умножители из вихревой энергии он проводил еще несколько лет назад вот этот плоский бифиляр он мне отдал для испытаний более трех лет назад я как-то засвечивал в своем ролике именно его когда делал демонстрацию разработанную мною энергопосоха как видите тут уже присутствует вариант с умножителями напряжения и все та же разгонная дорожка из фольги или вот я как-то в конце 18 года проводил испытания различных вариантов энергопосохов в офисе удандорфа в кадр попало стоящие на подоконнике похожие на посох устройство которое было разновидностью некого трансформатора статики правда позиционировался как бтг вот так вот что в экспериментах не нашло применения в те годы пригодилась для такой ответственной задачи сейчас а у валентина есть еще огромное множество выложенных на канале различных экспериментов и наработок заглядывайте возможно что-то пригодится теперь я вам расскажу как наиболее эффективно применить комбо озонатор для решения главной задачи избавлением от вирусной атаки особенно тогда когда легкие уже захвачены и вы оказываетесь в критическом состоянии в общем включаете озонатор и вырабатываемый поток озона направляете прямо в ноздри вдыхая как можно глубже даже если это вам дается уже с трудом при этом рот должен быть закрыт после глубокого вдоха уже через рот выдыхаете старайтесь сделать это в сторону чтобы выдыхаемый воздух не попадал на турбину иначе высоковольтная часть из-за влажного воздуха начнет пробиваться и вырубиться глубоко выдохнули закрыли рот приблизили поближе к ноздрям и снова глубоко вдыхаем таких вдохов-выдохов надо сделать от десяти до двадцати раз если у вас уже проблемы с легкими или бронхами то вероятнее всего вам будет сложно так дышать и возникнет кашель разрывающие легкие вам надо выдержать это испытание и продолжить дыхательную процедуру конечно от кашлявшись если же вы выполняете процедуру для профилактики то проблем с кашлем не должно возникать тем не менее смысл действия заключается в накачке в дыхательную систему озона сделав более десятка глубоких вдохов и выдохов озон будет достаточно концентрирован в полостях и станет растворяться на слизистой переходя во два вероятнее всего вы это хорошо почувствуете надышавшись вы делаете очередной самый глубокий вдох и задерживайте дыхание от 5 до 15 секунд ну как сможете далее выдыхаете ртом и вы кашливаетесь от души это будет яркая картина конечно если профилактическая процедура то просто выдохните да и все можно делать по сокращенной программе таким же образом если зараза уже прилипла то делаете несколько раз в день по практике уже на следующий день вам будет значительно легче конечно еще пару дней надо будет все это пройти если же вы делаете профилактику от возможного заражения или схватили насморк или слегка простудились то делайте сокращенные процедуры по мере надобности любая инфекция удаляется на раз кроме того в процессе желательно задуть немного озона прямо в уши не бойтесь подобного делать все совершенно безопасно по 5-10 секунд вполне достаточно и последнее в дуйте немного прямо в полость рта особенно на язык там же тоже целая орда бактерий и вирус не знаете некоторые делают чистку языка скребком от вредных бактерий которые там скапливается так вот попробуйте вместо этого их озоном озоном я вам подытожил как именно работает само устройство и как действует на микропаразитов и что следует делать чтобы эффективно избавиться от напасти теперь расскажу чем этот уникальный прибор может порадовать многим вероятно известно что установки вырабатывающие в основном жесткий озон то есть с примесью азотной кислоты я них рассказывал в предыдущих выпусках применяются для обеззараживания небольших площадей в виде помещений но при этом все должны покинуть место обработки еще подобными системами очень эффективно очищает воду причем если вода питьевая то приобретает целебно восстановительные свойства так как озон обладает сверх повышенными окислительными способностями нейтрализует различные металлы и другие вредные примеси а так как о 3 быстро растворяется воде то становится о 2 то есть насыщает воду дополнительным кислородом так что берите на заметку я вам показывал картриджи из китая для озонирования думаю если сделать некое устройство с вентилятором или насосом то вполне трубкой вставленной воду можно эффективно ее без зараживать и насыщать кислородом в нашем же устройстве вырабатывается легкий озон без примеси азотной кислоты причем он формируется в виде узкого потока это главная фишка безопасного применения и используем моего весьма ограниченное время буквально полуметре отключенного девайса слышно только едва отличимый запах как при грозе все это позволяет использовать его относительно безопасно конечно если только не дышать им подряд несколько часов если же он включенный лежит рядом на столе то может работать даже не выключаясь его практически не чувствуется а защита от окружающей среды работает кроме обеззараживания озон нейтрализует многие запахи и первое конечно после дыхательных процедур я постарался проверить действие озона на различные неприятные бактерии когда мне его дали для испытаний два месяца назад все понимает что есть такие бактерии на теле человека особенно под мышками которые при малейшей возможности или в силу неких особенностей человеческого организма очень плохо пахнут для нейтрализации запаха существует целая индустрия производства самых различных дезодорантов от действующих как клин вышибают клином то есть убийственным запахом до более умных которые этот запах нейтрализуют или маскируют есть еще самая действенная линейка дезодорантов которые просто уничтожает сами бактерии и закупоривают потовые железы причем надолго я по жизни стараюсь не пользоваться ни запаховыми дезодорантами никакими либо одеколонами или лосьонами для меня уже неудобство если кто-то рядом просто прошел по улице обильно надушившись или кто-либо из женского пола решила выделиться перед окружающим изысканным запахом все это меня сильно бьет по носу из-за высокой чувствительности я стараюсь держаться подобного подальше представляете все кто рядом помещение находится изряд надушившись для меня просто катастрофа поэтому я пользуюсь специальным умным дезодорантом который на спиртовой основе действует на целую неделю уничтожая бактерии и закупоривая железы без всяких запахов очень удобно но у него тоже есть серьезный недостаток его составе присутствует алюминий хлорид а это тоже еще та химия да и многие уже наслышаны про глобальные заговоры до алюминиевый геноцид тем не менее учитывая что я занимаюсь вихревыми энергиями и биоэнергетикой то меня не сильно должно это беспокоить но тут появляется зонатор а как раздействие дезодоранта заканчивалась и уже требовалось нанести его очередной раз вот я решил попробовать надуть озон подмышки результат был просто ошеломляющим запах исчез сразу хотя был легкий и потоотделение остановилась всего один раз обработал и хватило больше чем на целую неделю когда почувствовал что пора переходить снова к действию обработал еще раз но уже хватило на дня три после еще меньше и впоследствии пришлось обрабатывать почти каждый день к тому же я старался меньше мыться и провоцировать ситуацию но вот уже более двух месяцев я вообще не пользуюсь дезодорантами единственно думаю что для такой ситуации немного не хватает мощности озона опять же есть версия почему первый раз обработав мне хватило на неделю думаю что специальный дезодорант из-за озона несколько продлил свои защитные свойства а после уже просто иссяк надо будет как-то снова обработать дезиком и потом опять озоном вероятно получу взаимодействие думаю вы вооружившись этим опытом сможете попробовать нейтрализовывать различные проблемные места на вашем теле к примеру на ногах кроме того я попробую уничтожить запах мусорном ведре на кухне и знаете получилось вот все подумаю теперь сделать отдельный озонатор и встроить прямо туда на постоянку на кухне лишний озон не помешает тем более мусорном ведре а еще уже второй мыслью после подмышек у меня появилась цель нейтрализовать бактерии на других предметах быта расскажу про прикольную бытовую ситуацию на кухне присутствует множество ножей у жены свой любимый у меня свой но с ножом у жены возникла давняя проблема ручка там пластиковая силиконовая с мягкой поверхностью ей удобно пользоваться я раньше тот же пользовался но со временем силиконовое покрытие с одной стороны начали разъедать бактерии когда это стало заметно и появился бактериальный запах на руках от соприкосновения я перестал им пользоваться купил другие я уже вам говорил про свою чувствительность к запахам пытался его выкинуть но жена ни в какую нравится пользоваться и все ну вы понимаете я пытался уничтожить этот рассадник делал термообработку травил кислотой который содержится в чистящих средствах но хватало ненадолго счищать все время слоями не вариант от ручки ничего не останется и когда я получила зонатор для испытаний то вторая мысль была после дыхательных процедур проверить возможность уничтожения бактерий на этом ноже обрабатывал сразу пять раз по три минуты запах пропал сразу хотя перед этим был ядреный бактерии просто чистились с поверхности словно пыль последующие дни принюховался к ручке но легкий запах стал появляться после трех недель снова обработал и теперь поверхность бактериям перестала быть интересной пробовал обрабатывать хлеб в пакете который мы причем сами продукты в холодильнике брал два кусочка сыра уже покрытых плесенью и обрабатывал один из них по три минуты раз в несколько суток оставляя их завернутыми пищевую пленку при комнатной температуре обработанный кусочек лишь слегка добавил плесень и в объеме сверху снизу так и не схватилась а контрольный настолько зарос что стал опасно его разворачивать повторюсь делал контрольную обработку примерно два раза в неделю следующий опыт проводился на нескольких подопытных у кого проблема с перхоть в волосах все понимают что это глобальная проблема и мучаются подобным микропаразитом подавляющее большинство результаты были не менее эффективны можно сказать исключительными некоторые сразу избавлялись от перхоти некоторые через пару другую процедур редко кому понадобилось больше времени сопло зонатора желательно направлять на корни волос в несколько включений так как в этом экземпляре стоит таймер на три минуты а поверхность головы все-таки большая минут 10 вполне хватит водить по поверхности следует медленно и в основном на шеи и затылки на лбу можно проходить быстро конечно у кого там есть волосы а еще очень важно проводить эксперименты по уничтожению разного вида грибка на ногтях между пальцами пролежни у лежачих больных царя с экзема дерматит лишая микозы в общем вся эта вредная микрофлора на поверхности кожи очень хорошо сносится зонам свихревой энергии правда все таки для таких случаев хотелось бы мощность увеличить побольше к тому же пока сложно что-то конкретно говорить о методике действий многое свыше перечисленного если не сильные поражения удаляется почти прямо на глазах вот с грибками на ногтях особенно ножных поработать придется довольно долго и даже когда вроде как результат будет достигнут то необходимо продолжать процедуру еще некоторое время как никогда актуально дезинфекция ран и обеззараживающая обработка рук и что особенно важно полные обеззараживание намордников вы просто каждые пару часов можете обрабатывать один и тот же экземпляр и быть спокойными лично я вообще этого маразма не ношу за все время с самого начала прошлого года даже не примерял знаете что обычно говорю если пристают например в магазине у меня аллергия на них чаще всего прокатывает но если нет ухожу и больше к ним не захожу проверялась действий и на животных результаты тоже положительные множественные кожные болезни уносятся со свистом вот хотел бы найти зараженного кота со стригущим лишаем как вы знаете обычно такое не лечится а котов усыпляют надеюсь должно подействовать представляете сколько живности можно спасти еще мне передали что струя зона хорошо действует на глаза особенно тем у кого работа их сильно напрягает на себе не могу проверить хотя глаза всю жизнь напряжение из-за компьютеров и особенности работы так как я вам рассказывал что в детстве получил из-за некоторых обстоятельств сильнейшую аллергию настоящее время от этого почти избавился но чувствительность ветра в глаза осталось еще проводили опыты с домашними цветами удаляли плесень с грунта из стволов когда они осторожно лили слишком много воды еще хотелось бы посмотреть как будут реагировать такие паразиты как клещи и тля на тех же растениях но у нас их пока нет надеюсь вы поняли и приняли всю прелесть дополнительных побочных возможностей данного уникального прибора и повторив его развернете обширную лечебную деятельность кстати мне уже присылают фотографии результаты собранных подобных устройств выполненных по предоставленным чертежам перед тем как помахать вам ручкой у меня будет просьба все кто смог повторить это чудо не стесняйтесь выкладывать под роликом результаты своих экспериментов и своих изготовленных клонов возможно вы еще найдете другую реализацию а вашим героическим примером кому-то будет спасена жизнь или избавление от напасти кстати те кто переболели этой заразой 21 века жалуются на множественные осложнения все потому что вовремя не остановили ее течение особенно в самом начале и поэтому после выздоровления продолжаются мучиться уже от побочных проблем так что не ждите пока само пройдет необходимо уничтожать это зло в самом начале ладно всем пока и желаю здравия берегите себя и своих близких мы должны победить вселенское зло